Мы готовы рассказать вам о самых значимых событиях города и Самарской области. Здравствуйте, в эфире новости Тольятти в студии Денис Капля. Контроль на федеральном уровне. С рабочим визитом в Тольятти прибыли полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Делегация осмотрела ход строительства социально значимых объектов. К ним относится Волжский мост в Ставропольском районе. Объект станет составной частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Сейчас на левом берегу в районе села Подстебки и на правом около села Климовка в круглосуточном режиме работают около 600 мостостроителей. Большинство из них участвовали в строительстве Крымского моста. И еще одним пунктом их визита стал участок транспортной развязки дороги Тольятти-Ягодная. Реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После делегация посетила территорию ОЭЗ Тольятти. Это одна из самых успешно развивающихся экономических зон в стране. В рамках визита высокопоставленные гости успели познакомиться и с новой поликлиникой в 19 квартале, которая недавно открылась и уже принимает пациентов. О насыщенном рабочем визите руководство Приволжского федерального округа и Самарской области в репортаже Ивана Шумилина. Новая поликлиника в 19 квартале Тольятти уже вовсю принимает своих пациентов. Посетить это медицинское учреждение могут порядка 50 тысяч жителей нашего города. Эта поликлиника оснащена новым и, самое главное, современным медицинским оборудованием. Здесь работают специалисты в абсолютно разных сферах. Это хирург, невролог, офтальмолог и другие специалисты. Эта поликлиника также вошла в список объектов, которые посетили Игорь Комаров и Дмитрий Азаров. В начале визита министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян рассказал гостям об этапах строительства поликлиники, по каким направлениям она работает и какую помощь здесь могут получить жители города. Современный подход, который реализуется в планомерном переходе стационарных больных на стационарозамещающие технологии, полностью реализуется в этой поликлинике. И много тех пациентов, которые раньше лежали на госпитальной койке, сегодня могут получать полный цикл обследования и лечения уже здесь. Это современный тренд и именно вот этот комплекс полностью соответствует. Затем полномоченному представителю президента и губернатору показали отделение поликлиники. Врачи учреждения гордятся новым отделением женской консультации. Оно только начало работу, а уже на учете стоят более 200 будущих мам. Наличие акушерской программы позволяет проводить генатальные скриники и вести динамическое наблюдение за беременными женщинами. Главный врач поликлиники Рауф Кирасиров показал новую лабораторию. Она оснащена по последнему слову техники. Здесь специалисты могут брать и исследовать абсолютно любые виды анализов. И здесь же анализировать полученные данные самостоятельно. Цифровой контур медицины. Это, конечно, совсем другой уровень скорости экспертности представления услуг. Значит, спасенная жизнь. Вот эта вот задача, она тяжело идет, скажу честно. Есть и косность определенная, но это ключевая элемент. Также в структуре поликлиники предусмотрен кабинет медицинской профилактики и дневной стационар, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры. Новая поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, в том числе аппаратом ультразвуковой диагностики, многофункциональной лор-установкой и высокочастотным хирургическим аппаратом для проведения сложнейших операций. В 2020 году на базе поликлиники планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи в рамках нацпроекта здравоохранения. Иван Шумилин, Евгений Черемин. Новости Тольятти. После поликлиники делегация направилась в уникальное для России образовательное учреждение Поволжский православный институт. Игорь Комаров и Дмитрий Азаров были здесь осенью и за это время в институте произошло много изменений. Строится двухуровневый концертный зал, появился зал ученого совета и новый спортивный зал. Познакомились гости и с уникальными книжными изданиями, которые хранятся в библиотеке. Яна Левина продолжит. Таких вузов по всей России всего три. Поволжский православный институт не просто украшение Тольятти, это настоящее культурное достояние города. Первый набор абитуриентов на очное обучение состоялся пять лет назад. И с каждым годом студентов здесь становится все больше и больше. Здесь мы проводим большие мероприятия. 175 человек выпустили в этом году из колледжа и института. То есть это впервые такой большой выпуск у нас состоялся. В институте работают восемь кафедр, которые занимаются в основном подготовкой будущих преподавателей. На базе вуза готовят учителей начальных классов, педагогов-историков, преподавателей в области экономики и права. Кроме того, ведется подготовка специалистов в области отечественной и зарубежной филологии, экономики и организации общественного питания. Впрочем, жизнь в институте не ограничивается только учебой. В православном институте делают акцент на всестороннее развитие молодежи. Рядом с бальным залом – спортивный. К слову, есть и тренажерный зал. Игорь Комаров и Дмитрий Азаров оценили многофункциональность нового спортивного помещения. Но особой гордостью вуза является научная библиотека. Здесь собраны уникальные здания. Некоторые датируются 19 веком. Наши церковные книги. Там у нас разложены книги дар святейшего патриарха. Здесь его и проповеди, и беседы. И вот его та передача, слово пастыря, которое он еще вел митрополитом. Конечно, большинство здесь произведений, которые он только тряшет в его периоде. Сейчас у него меньше времени на написание. Работа по усовершенствованию института не прекращается. С каждым годом он становится все масштабнее. Сейчас здесь строят уникальный двухуровневый концертный зал вместимостью 500 человек. Здесь смогут выступать музыканты филармонии. И здесь же ценители искусства смогут слушать органную музыку. У нас нет в городе. Ждем органную музыку. Есть мечта установить здесь электронную музыку. Шторы для концертного зала будут шить мастера из Санкт-Петербурга. Они же делали их и для Мринского театра. Завершаются работы над созданием зала ученого совета. Здесь почти все готово. Осталось подключить техническое оборудование. И можно проводить научные встречи. Поволжский православный институт – это высшая ступень непрерывного образования. Православная классическая гимназия, гуманитарный колледж. И, наконец, Поволжский православный институт. К слову, колледж совсем недавно отметил свое 25-летие. По этому случаю гостям вручили памятные подарки. Представителю президента Российской Федерации в Федеральном федеральном округе Игорь Анатольевичу Комарову в связи с 25-летием гимназии за значительный вклад в развитие православного образования и воспитания. В составе делегации главный федеральный инспектор по Самарской области Юрий Рожин сопровождал высокопоставленных гостей глава города Сергей Анташев. Он также преподнес подарок полпреду президента в ПФО Игорю Комарову и губернатору Дмитрию Азару. Это вам. Ну и такой значок. Хороший сувенир для гостей. Спасибо. В завершение встречи ректор ВУЗа Дмитрий Лескин поблагодарил высоких гостей за многолетнюю поддержку института. Яна Левина, Владимир Никитин. Новости Тольятти. И к теме коронавируса. За сутки в регионе подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19. Из них 27 в Самаре, 15 в Тольятти. Всего в регионе зафиксировано 6197 случаев. Выздоровели более половины пациентов. Ситуацию в регионе обсудили на заседании штаба по противодействию завозу и распространению коронавирусной инфекции под руководством Дмитрия Азарова. Штаб принял решение о начале работы загородных детских лагерей. Отдых будет проходить с соблюдением всех санитарных норм. Последние 7 дней в Самарской области наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Показатель губернии в 3 раза ниже по стране. Режим самоизоляции снят. Старшее население работает. А вот школьники предоставлены на каникулах сами себе. Поэтому назрел вопрос о начале в регионе летней оздоровительной кампании. Тем более, что оздоровительные лагеря для школьников открыли уже более 30 регионов России. К заезду подготовлены 28 организаций отдыха детей и их оздоровления. Запланировано, что в первую смену будет организован заезд 4862 ребенка. На вторую смену запланирован заезд 5213 детей. На сегодня подготовлены 3 детских центра для того, чтобы там провести оздоровительную кампанию для 380 детей, воспитанников учреждений для сиротов, старшихся в обеспечении родителей. На штабе по борьбе с коронавирусом было принято решение открыть загородные детские лагеря. Их работа будет осуществляться с соблюдением всех санитарных требований. Все учреждения уже прошли проверку контрольных органов и представителей власти. Вот это самое главное, чтобы все условия, которые мы с вами смотрели, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора соблюдались, включая вот самую начальную стадию. Замер температуры, справка, да, все, что положено при заезде детей. Вот это серьезный барьер, главное защита. Просто добросовестное исполнение всех предписаний санитарной службы. На заседании штаба Минздравом также был понят вопрос о задержке результатов тестов на COVID-19. По вашему поручению, Дмитрий Игоревич, была проработана проблема задержки анализов, которые направляются в ПЦР-лаборатории. Она связана с недостаточной мощностью на сегодняшний день. Лаборатории, которые работают в системе обязательного медицинского страхования. Недостаток составляет около 1200 исследований в сутки. Министр здравоохранения предложил создать на базе спид-центра дополнительную лабораторию. Вот у нас есть мощность в частных клиниках. Но я, честно, я не понимаю, я не считаю, что это решение принятое. Вот зачем нам тратить деньги, когда есть возможность частные лаборатории догрузить, поставить на контроль ежедневный. Но зачем избыточную инфраструктуру создавать? Что там, Минздраву деньги не на что потратить? Прямо во время заседания удалось рассчитать, что мощности существующих лабораторий достаточно. Главное, чтобы все они не работали в полсилы. Юлия Владимирская, Михаил Цуркин, Новости Тольятти. Печальная новость. 16 июля скоропостижно скончался воспитанник хоккейной «Лады» Алексей Тезиков. Ему стало плохо на улице, и он умер до приезда скорой помощи, не приходя в сознание. Алексей Тезиков дебютировал за «Ладу» в сезоне 95-96 годов в возрасте 17 лет, став чемпионом России в составе Тольяттинского клуба. В 97 году принял решение об отъезде в Северную Америку. В апреле 1999 года Алексей Тезиков дебютировал в НХЛ в составе Вашингтона. Всего в НХЛ он сыграл в 30 матчах за Вашингтон и Ванкувер, после чего принял решение вернуться в Россию. Прощание состоится 18 июля по адресу улица Юбилейная, 85. Похоронят Алексея Павловича на Тазовском кладбище. Отпевание состоится в 14.30. Премьера спектакля онлайн. Такое в Тольятти впервые. В этот день актеры будут играть при пустом зале, а зрители смогут смотреть спектакль на своих компьютерах, планшетах или смартфонах с возможностью оставлять комментарии и вопросы в специальном чате. Подробнее в следующем сюжете. Это спектакль от мужчин про мужчин. Так говорит главный режиссер. Задача актеров создать на сцене театра «Дилижанс» особое культурное пространство. Гаражную атмосферу второй половины 20 века. Герои пьесы тольяттинского драматурга Александра Арнта «Трудяги с Автоваза». Значительная часть их жизни проходит именно здесь, в гараже. Это спектакль с очень интересным декорационным решением. И вот это уже нужно видеть своими глазами, потому что для театра «Дилижанс» такое решение впервые. Это будет интересно. Спектакль основан на личных историях жителей Тольятти, первооткрывателей такого феномена, как городская гаражная культура. Что происходило за вратами гаражного бокса каждую субботу и не только? Могла ли попасть в этот закрытый клуб «Девушка»? Ответы на эти вопросы своим современникам поведает главный герой неземной жизни Сереги. Сам Серега. А когда они катушки делают, а? Спектакль будет о его жизни, о мечте такого человека, маленького, совсем небольшого. И совсем небольшая, в принципе, мечта по сегодняшним меркам. Машина, которую он пытается достичь и никак не может. Спектакль готовился больше года. От написания сценария, музыкального сопровождения до создания необычной декорации. Постановка стала возможной при поддержке фонда президентских грантов и фонда Михаила Прохорова в рамках проектов «Автомобильной столицы» к 50-летию выпуску первого автомобиля ВАЗ. Но даже с такой поддержкой волнение у артистов не отнять. Играть спектакль на пустой зал – это для них впервые. Спектакль – это комедия, он рассчитан на реакцию зрителей. И нам будет, конечно, очень сложно играть этот спектакль на пустой зал. Поэтому мы приглашаем как можно больше зрителей на нашу онлайн-трансляцию. Во время трансляции комментируйте, ставьте лайки, выражайте открыто свое отношение. Потому что нам это будет очень помогать. Просьба какая? Слух пронесся, что в 203-м гараже лучше всего ножи точат. Дмитрий Котельников, новости Тольятти. А теперь о погоде. Рубрику представляет салон «Штор Аллегра». Хорошие ткани по низкой цене. Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Акции, облигации, валюта. Пусть другие разводят руками. Камон.ру от брокера Финан. Готовые инвестиции по подписке. Не надо ждать курьера или ходить в офис. Профессиональные трейдеры уже отобрали инвестиции за вас. Выберите и подпишитесь на портфель, исходя из ваших целей. Переходите на камон.ру. Финан. Помогаем зарабатывать. Поехать на дачу в электричке, чтобы отвечать на вопрос. Твоей маме зять не нужен? Себе дороже. Сити-мобил. Таксипортация заберет. Себе дешевле. На этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте vastv.ru и в мобильном приложении Тольятти-24. В студии работал Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Продолжение следует...